Окружные депутаты готовятся к проведению последней перед летними парламентскими каникулами сессии. В рабочей повестке 26 вопросов. Поправки в ряд законопроектов и отдельные решения администрации Ненецкого округа депутаты рассмотрели на предсессионном комитете. Одним из главных пунктов сессии станет доклад губернатора Игоря Кошина о социально-экономическом положении в округе. Доклад о социально-экономическом положении в округе губернатор ежегодно представляет депутатам регионального парламента до 1 июля. Традиционно Игорь Кошин обозначит основные направления в бюджетной, налоговой и инвестиционной политике Ненецкого округа. По инициативе главы региона на рассмотрение законодателя внесена кандидатура Ольги Старостиной на назначение на должность заместителя губернатора по делам Ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера. В этой должности Ольга Старостина находится уже два месяца. За это время кандидату удалось вникнуть в проблематику порученной ей сферы. Началась конструктивная работа. Она и проводилась конструктивная работа. Но просто более активно мы сейчас возобновили работу старейшин. Заключили соглашение между администрацией Ненецкого автономного округа и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Провели встречу с Григорием Литковым, которым определили основные работы взаимодействия Ненецкого автономного округа с данной общественной организацией. Адивизировали работу с ИСАВИ. Мы приняли решение о том, что с президентом Ассоциации ИСАВИ Григорьевич будет ежемесячно встречаться, с Советом Ассоциации ИСАВИ ежеквартально. То есть вот более тесно наладили все вот эти инструменты взаимодействия. Потому что мы понимаем, что только совместными усилиями мы улучшим качество жизни коренного населения. Поделилась Ольга Старостина и планами. Скоро вице-губернатор совершит ряд поездок по населенным пунктам округа, чтобы на месте увидеть проблемы коренных народов. Спикер собрания депутатов Анатолий Мяндин попросил Ольгу Старостину тщательно проанализировать эффективность и целесообразность материальной поддержки, которая оказывается коренным малочисленным народом из бюджета Ненецкого округа. Предстоящая сессия станет площадкой для принятия важных социальных законопроектов. На рассмотрение депутатов будут представлены проекты законов о ежегодной выплате многодетным семьям на подготовку детей к школе, оплате льготного проезда, наличном транспорте, неработающим членам семьи, а также возобновлении выплат стажистам бюджетной сферы при выходе на пенсию. В новой редакции эта выплата станет материальной помощью и войдет в систему оплаты труда. Данное изменение в систему оплаты труда будет гарантировать данную выплату как непосредственно составную часть заработной платы. Также оно не будет связано с выходом на пенсию работников. То есть условием получения данной выплаты будет достижение двух моментов. Это работа в округе не менее 35 лет и в, наживем так, государственных и муниципальных организациях, те, которые финансируются и с бюджетом федерального, окружного, областного, местных и к ведущим принадлежностям, и соответственно 20 лет, не менее 20 лет. То есть это единственное условие, которое предлагается установить. Не менее важными станут вопросы реорганизации бюджетных, общеобразовательных и дошкольных учреждений в Коткино, Великовисочном и Уоксино. Также парламентарии рассмотрят законопроект, принятие которого позволит частично освободить от платы за образовательные услуги учащихся средних профессиональных образований региона. Сессия о собрании депутатов Неницкого автономного округа состоится 22 июня в 10 часов утра. Прямую трансляцию сессии смотрите на телеканале «Север».